7 дней, чтобы умереть. Весьма специфичное название для игры, не правда ли? Эта игра с 2013 года по сей день находится в альфа-тестинге. За это время она от гибрида Майнкрафта и DayZ переросла в индивидуальный проект, продалась сражом в более 12 миллионов копий и вошла в топ 100 самых продаваемых игр в стиме. Она имеет огромный, полностью разрушаемый открытый мир, охваченный зомби-апокалипсисом. Локации её полны тайн и загадок, скрывающих в себе зацепки сюжета. Кто мы такие? Из-за чего случился апокалипсис? Откуда появились зомби? Где другие выжившие? Ответы на эти и ещё на многие другие вопросы скрывает в себе вымышленный округ Новизгейн в штате Аризона. Кстати, совсем забыл сказать. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут... а, впрочем, и не важно. Сегодня я вам расскажу про сюжет 7 Days to Die. Это будет очень интересно. Условимся, игра уже 8 лет находится в альфа-тестинге. Разработчики, которые сперва, кстати, были всего двое братьев, а уже потом переросли в серьёзную компанию, чуть ли не с каждой альфой меняют концепцию. От всего этого на разных версиях игры рождались разные теории по поводу сюжета, чего только стоит ситуация, когда какой-то там фанат под только вышедшей игрой написал, что всё это произошло из-за Третьей мировой войны, и его версия так разлетелась по разным сайтам, что вначале она считалась официальной. Но это не совсем так. Сейчас Эван Дай Суда имеет чёткие ориентиры по поводу истории, и хотя границы её ещё затуманены, отголоски правды в ней всё же есть. Добро пожаловать в округ Новизгейн. Это вымышленный округ в штате Аризона, в США, который по неизвестным причинам захватили толпы зомби. Это место, где царит полная разруха и запустение. Сперва давайте вкратце разберём Новизгейн, чтобы подготовиться к разбору сюжета. Мир поделён на биомы, со своими особенностями как ландшафта, так и окружения. Всего есть пять биомов. Пустыня, пустошь, сгоревший лес, или по-другому мёртвый лес, сосновый лес и зимний биом. Не беру в расчёт так называемую радиоактивную зону, которая как бы является границами карты и не даёт нам выйти за её пределы. Итак, эти территории уникальны прежде всего внешним видом. Флорой и фауной, видами зомби и строениями. Сосновый лес. Самый гостеприимный биом, довольно тёплый, имеет много дичи. В лесу часто бывает дождь. Этот биом не представлен только лесом, там и встречаются равнины и небольшие возвышенности. Южнее него раскинулся мёртвый лес. Жаркий биом, весь в чёрных тонах, полон старых выжженных деревьев, разрушенных зданий и кучей тлеющего угля. По нему ходят горелые зомби, которые могут вас поджечь. Пустошь. Это, наверное, самый опасный биом, не считая радиоактивную зону. Биом с самым максимальным количеством встречающихся видов зомби, тысячами брошенных машин и полуразрушенными зданиями. Пустыня. Самый жаркий биом. Не имеет деревьев, зато имеет многообразие лечебных растений, а также из-за своего климата заставляет зомби двигаться медленнее. И противоположность пустыни. Зимний биом. Самый холодный из всех, на котором ходят очень сильные зомби, если не самые. В Новизгейне есть также четыре больших населенных пункта. Это Периштон, Дирсвиль, Грейвстоун и город Депарчер. Ну что ж, это были базовые знания об округе Новизгейн. В дальнейшем локации раскроются по ходу сюжета. Теперь перейдем к самому интересному. Seven Days начинается с того, как наш главный герой просыпается, чаще всего на середине дороги. Нас встречают на пустыне слова, видимо, одного из выживших по имени Ной. Он пишет, что когда он нас нашел, то при нас не было ни одежды, ни еды. Далее речь идет про какого-то Дюка, и что мы ему не нравимся. В конце концов, Ной прилагает инструкцию по выживанию, которая в игре является неким журналом заданий, а-ля сруби дерево, скрафти спальник, построить дом. И когда мы выполним все указания, то некое поселение выживших у Айт Ривер якобы сможет принять нового гражданина. Также в нашем инвентаре была записка и от того самого Дюка. Скорее всего, мы как-то не угодили ему, погрязли в долгах, и теперь он нас преследует. Вообще, в веке игры сказано, что Дюк — это потенциально планируемый босс в игре, который способен управлять армией мутировавших. В игре каждые 7 дней на игрока нападает орда зомби, которая с каждой недели увеличивается. Не исключено, что эти нападения — дело рук Дюка. Отсюда вытекает не только его неизвестность, но и какая-то необычность. Дюк в силах подчинить себе мутировавшего. Вопрос в том, как такое возможно? Изображение Дюка мы можем увидеть на жетонах, которые являются местной валютой, которые используют все торговцы. Значит, Дюк не только смог подчинить себе зомбарей, но и всю экономику в Новизгейне. Больше инфы о нем пока что нет. Да и в решении вопроса, а что здесь произошло, Дюк не играет такую уж важной роли. Выживший, чье имя и предыстория неизвестны, да и вообще, как в страны Дипе он является чисто формальностью, начинает свое путешествие. По ходу выживания мы понимаем, что в Новизгейне все очень странно. Но, во-первых, зараженные расположены так, будто катастрофа была минуты две назад. Я к тому, что складывается такое ощущение внезапности апокалипсиса. Люди, то есть зомби, даже не успели покинуть свои рабочие места. В один миг прекратили работу доктора в больнице, почтовая служба, военные части, а покупатели в супермаркетах так и бродят в поисках продуктов по скидке. Получается, человечество не было готово к катастрофе? В противовес к этому есть второй факт. Заржавевшие разграбленные машины, разрушенные здания, оборонительные сооружения других выживших и даже тайные бункеры под домами. То есть, все-таки человечество было готово к катастрофе? Вот просто на глаз скажите, сколько нужно лет, чтобы превратить это в это? Или, например, откопать колодец, ведущий в подземный бункер? Эти убежища выглядят очень профессиональными, удобными и были сделаны задолго до событий в игре. Точно, чтобы пережить катастрофу. Но даже там есть зараженные. Как? Что такого могло произойти, что ни правительство, ни армия даже хотя бы не предприняло попыток эвакуировать людей? Хотя следы попыток все же есть. На крышах высотных домов располагаются вертолетные площадки, и чаще всего на них всегда ждут главного героя толпы зомби. На ум приходит мысль, что они забирались туда, дабы помешать выжившим сбежать на вертолете. Но так как обломков летательных аппаратов нигде нет, значит у них это получилось. А кучки зомбированных так и остались стоять на крышах домов. Бредово? Согласен. Но это хоть как-то объясняет отношение правительства к катастрофе в округе Невесгейн. Однако правительство снабжает данный регион. Не раз мне приходилось находить сброшенные самолетом контейнеры с лутом. Значит, государство все же пытается как-то урегулировать обстановку в округе. Хотя с самой катастрофой-то не все досполна понятно. Если думать логически, встретив торговца, можно расспросить его обо всем а-ля, что творится в мире, какие новости знаешь, где выживший и тому подобное. Но кроме выполнения заданий и торговли с ним, больше ничего сделать нельзя. И хотя торговцы относятся к поселению Уайт Ривер, о нем они ни слова не говорят. Обо всем этом не говорят и записки неких кланов, в которых они обращаются к главному герою за помощью. Они являются всего лишь побочными квестами. Например, убей зомби-дровосека или пристрели медведей с дробовика. Задания не особо интересны, и их выполнение создано для дополнительного ускорения прокачки персонажа. К подобным записям относятся и записки выживших с картами их тайников. В таких тайниках можно лутать много полезного, от еды и одежды до хорошего вооружения. С этим-то все понятно. Вопрос остается открытым. Что произошло в округе Невисгейн? Имеются две основные версии. Первая и пока самая явная версия — Ядерная война. Если опираться на карту округа, хотя ее логика оставляет желать лучшего, то пустошь считается эпицентром катастрофы. А что, явный аргумент — атмосфера пустоши вся наполнена желтовато-серым смогом, похожей на цвет побежалости радиоактивных отходов. Но если даже бомбардировка произошла там, то что же делать с Мертвым лесом? Он более походит на место бомбежки, в отличие от пустоши. Бесчетное количество руин, разрушенных домов и тлеющих гор угля. Однако, даже если удар ядерным оружием пришелся туда, то расположенный чуть севернее сосновый лес остался целым и невредимым. Животные там чувствуют себя отлично, а местная природа поражает красотой. Что же тогда произошло, если не ядерная катастрофа? Ответ на этот вопрос можно найти в пустынном биоме, в городе Депарчер, в местной фармацевтической лаборатории Хигаши. Вторая версия — неудачный эксперимент. В городах часто можно увидеть вот такие обрывки новостных газет об эпидемии гриппа. И фото, очень напоминающее зомбированного человека. Да и переполненные госпитали с трупами погибших от вируса дают о себе знать. Есть теория, что именно лаборатория Хигаши занималась созданием вакцины, однако у них не получилось, и все вышло из-под контроля. Именно эксперименты Хигаши-фармацевтик создали зомбированных, ибо они напрямую ставили опыты над людьми, но, вероятнее всего, ученые ошиблись в опытах, произошла авария, и вирус распространился на весь округ. В таких условиях правительство было вынуждено изолировать территорию и, ко всему прочему, применило ядерное оружие против зараженных, однако это не помогло. И округ Новосгейн по сей день кишит толпами зомбированных. Эта теория также имеет место быть, однако у меня возник вопрос по ходу написания текста. Эти зомби выглядят странными, они не пытаются укусить, а только бьют вас. Подумайте сами, по канону зараженный хочет укусить жертву, чтобы вирус попал в кровь и он зомбировался. А в 7 Days to Die зомби просто пытаются вас убить. Очень странный вирус, который не заставляет носителя его раздать. Это даже не вирус какой-то тогда, а что-то типа биологического оружия. Поведение зомби можно свалить на контроль над ними дюком. Тогда знает ли правительство о неком необычном дюке, которому подчиняются зомбированные. И вопросов возникает больше, когда одной версии находится ее прямая противоположность. И даже в вики-игре упоминаются два варианта, но ни у одной нет первопричинности. Поэтому одну версию без основания считать достоверной нельзя. Это будет противоречить другой версии. А в дуэте они как-то не складываются. Напишите свои мнения по этому поводу, мне будет интересно их почитать. А вот, ваша теория станет истиной и попадет в следующий ролик. 7 Days to Die до сих пор находится в альфа-тестинге. Если на данный момент нам видна лишь верхушка айсберга, то в скором времени разрабы позволят нам погрузиться вглубь сюжета и наконец понять, что же именно произошло в округе на ВСГ. А на сень все. Поставь лайк, оставь коммент и не забудь подписаться на канал. Не пропадай. Пока. Хм, красная меза. Это что, о отсылках к Half-Life'у? Видимо, это какая-то специальная военная часть. А, именно здесь хранились ядерные боеголовки. Так, стоп. А где вторая? Субтитры сделал DimaTorzok